В столице острова Корфу в городе Керкера прошел второй российско-греческий фестиваль акварелей. Он был приурочен к открытию 12-го международного общественного форума «Русская неделя на Ионических островах». Одним из итогов фестиваля стала масштабная выставка работ художников-акварелистов двух стран. На торжественном открытии экспозиции побывала Эльвира Гордеева. Узенькие улочки и аллеи в венецианском стиле, старинные каменные фонтаны и мощенные вековыми плитами площади, морские пейзажи и обрамленные зонтиками пальм-набережные. Все эти полотна, радующие глаз многочисленной публики, написаны всего несколько дней назад на совместном пленэре мастеров акварели из Греции и российских художников. Керкер – это действительно остров акварелистов. И здесь действительно более сотни художников, ныне здравствующих, живущих. Их дети, которые переняли их таланты, это продолжается. Поэтому тут уже целые мы видим роды, присутствуют целые семьи, которые продолжают эту традицию. В фестивале приняли участие художники Греческого центра изобразительных искусств Куракеана и известные акварелисты Керкеры. Российскую сторону представляли руководитель и педагоги школы и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. За три дня пленэра художники из России написали 48 живописных полотен, посвященных необычайно лазоревому ионическому морю, ласковому солнцу, прекрасному архитектурному ансамблю улиц и площадей города Керкеры, то, ради чего сюда приезжают тысячи людей из самых различных уголков мира. Долго выбирать понравившийся пейзаж на Корфу художникам не пришлось. Здесь каждый квадратный метр площади острова, сочетающий в себе античную древность, итальянскую изящность и английский комфорт, источник визуальных образов и настроений. Достаточно было выйти из дома, установить мольберт и начать переносить на бумагу нахлынувшие эмоции и впечатления. На мой взгляд, не хватит жизни, чтобы вот ту красоту, которая представляет из себя море, это все изобразить, почувствовать, ощутить. Это дорогого стоит. Художник из Москвы Наталья Беседнова на Керкере впервые. За два дня пленэра, предшествующих выставки, она успела не только написать 15 акварельных картин, но и познакомиться с местными красотами и достопримечательностями. Это не туристическая поездка, это нечто потрясающее. Вот сейчас идешь по городу, это родной город, из которого жалко уже уезжать, потому что здесь люди, которых мы полюбили. Сергей Андреяко предложил греческим художникам закрепить дружеские связи ответным визитом в Москву и провести совместный пленэр и выставку в российской столице.